так нормально все нормально мы потом все отмонтируем здраво и вот никто не понимает никогда почему это смешно все нормально это самые прикольные кадры нет я на память наоборот себя оставлю всем здравия мы сегодня с вами славные покупались в озере у нас у всех хорошее настроение после сытного ужина так что чтобы все не заснули я постараюсь сейчас начать наше занятие по теме нашего всего здесь места пребывания это оно так и называется руны дождь бога и сегодня мы поговорим о дождь боге о понятии вообще солнца вот что есть для нас вот солнце и что значит солнце в народной традиции славян мы говорим сейчас конкретно о традиции славян но скажите мне пожалуйста что только не надо смеяться что движется солнце вокруг земли или земля вокруг солнца земля движется вокруг солнца то есть мы с вами это знаем то есть земля движется вокруг солнца но сейчас очень распространено в интернете теория плоской земли и я видел реальные совершенно комментарии у себя где мне говорили боюн земля то плоская она стоит там я вот не знаю нам видимо на черепахе стоит не знаю еще на китах кстати черепаху мы сегодня черепаху видели мы с вами можем в одном астрономическом явлении увидеть что земля на круглая вот что недавно это было как вы думаете где мы видим что она вот круглая а вообще мы видим это стоп мы это видим в принципе каждый день но для конечно для этого надо додуматься да 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 она же у нас то есть вот как раз диск а когда когда затмение да то совершенно четко мы видим как вот этот диск он находит на луну это кстати говоря загадка для всех людей как как сделано сотворено да так что размеры земли и расстояние земли от солнца и расстояние от луны до земли такое что во время затмения диск земли то есть тень от солнца полностью занимает диск луны это надо все так постараться высчитать чтобы это было миллиметр в миллиметр но для ученых это загадка для меня как кота бою на загадки нет никакой потому что мир сотворен и сотворенном мире присутствует мысль творца соответственно все очень хорошо хорошо продумано и смотрите вот солнышко оно нам всем светит и конечно же если бы солнце нам не светило то жизнь жизнь его просто на земле не было но самое интересное заключается в том что ученые установили этот ученый александр леонидович чижевский обязательно запомните хотя бы эту фамилию он открыл влияние солнца на жизнь людей так вот он открыл так называемые неизвестное излучение моментально все что происходит на солнце моментально они со скоростью света происходит в человеческом организме то есть солнце мощно влияет на всю нашу жизнь и солнце есть тоже свой ритм он составляет приблизительно 11 лет 11-летний солнечный ритм представляет собой повышение солнечной активности и вот поэтому повышению солнечной активности когда она максимально повышается на солнце появляются пятна и их даже можно видеть невооруженным взглядом если вы можете смотреть на солнце когда можно на солнышко посмотреть на закате либо нет может быть есть кто-то кто днем может я например не могу вот но на рассвете можно посмотреть либо в специальный телескоп со специальным таким затемнением и прямо видно что на солнце есть пятна так вот когда пятен становится много то происходит на земле всевозможные события а именно вспышки эпидемии вспышки всяких психических каких-то таких как сказать тоже эпидемии они называются то есть люди вдруг решают совершать революции что-то вот вот хочется пойти на баррикады то есть вот это все происходит вот в ритме вот этой солнечной активности то есть солнышко оно оказывает конечно же на нас прямое прямое воздействие и в связи с солнцем мне хочется сказать что в традиции солнце почиталось как отец батюшка и вообще солнышко оно называлось именем как раз вот дождь бога то есть мы будем как раз говорить о дождь боге и потом у нас будет даже общая такая лекция о дождь боге то есть солнце оно дает нам все она дает нам жизнь и у солнца конечно же есть несколько имен вообще у солнца много имен в индии например существует пропевание 108 имен солнца то есть там ну число священное 108 и пропеваются вот все имена солнца у нас тоже у славян есть разные имена солнца и вот смотрите если мы с вами нарисуем вот такой солнечный круг то есть это ну круг у меня такой конечно условное но так могу так рисую вот такой блин у меня больше на сковородке получился но это все-таки вот солнечный круг у нас есть с вами четыре основных точки которые связаны с именно с движением ходом движения земли вокруг солнца то есть смотрите у нас есть время когда день самый самый короткий а ночь для самая-самая длинная то есть день зимнего солнцестояния да это первая точка день зимнего солнцестояния ну давайте напишу здесь зима здесь у нас на планете зима потом есть у нас точка когда день равен ночи весеннее равноденствие я пишу весна и так это потом идет летнее солнцестояние правильно и потом соответственно здесь у нас идет какой осеннее равноденствие вот они четыре точки и у нас славяне почитали вот в самую длинную длинную ночь самый короткий короткий день рождается малое солнышко юный божич имя ему коляда да вот это имя первое солнце до коляда коляда что значит коляда коло да это же круг по старому кола какие еще слова мы с кругом с вами знаем кола колесница еще нет именно однокоренные чтобы вот скола было что еще колос колея колея еще кто-то я слышал колобок колесо а вот знаете еще как вот календарь у славян раньше назывался коло врат а и еще подсказка например где вы добываете воду колодец где что звонит у нас колокол да кола то есть везде у нас есть вот это есть слово круг и смотрите утверждаем кола да то есть начинается новое время но лично я всегда очень люблю коляду то есть да кажется что жизнь начинается снова и можно загадывать что-то на новый год вот в течение коляда мы все 12 дней загадываем что-то на наш новый год то есть мы загадываем что-то на январь потом на февраль потом на март потом на апрель и так далее а скажите мне пожалуйста а ваша вот личная коляда когда у вас вас тоже есть личная ваша коляда когда вот рождается у вас новое время, когда ваш начинается Новый год. Когда мы спим. Ну, да, нет, а еще? Мой день рождения. Совершенно верно. День рождения, это твой коляда. Поэтому подарки на день рождения можно принимать в течение 12 дней как минимум. Нет, можно целый год, конечно. И 12 дней, например, ну вот кто когда родился? Ну ты, например, когда? 16 декабря. Так, о, ну ты понятно, ты 16 декабря. Значит, 16 декабря, 17 декабря это будет твой январь, 18 декабря это будет твой февраль и так далее. Понятно, да? А, извините, когда у тебя день рождения? 23 февраля. О, у нас в Колосвете 23 февраля как раз день рождения у Наташи, которая отвечает у нас за всю скотиночку, животиночку. Наташа. Нет, она не приехала, потому что у нее же корова. То есть, получается, что с 24 февраля это твой март, 25 февраля это твой апрель. То есть, и можно в этой, ну, каждый день что-то себе загадывать. Я вот хочу того-то, 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 сего-то. То есть, вот это получается ваш личный, такой, ваша личная коляда. Потом солнышко у нас растет, и уже в день весеннего равноденствия оно обретает свое имя, которое вы все очень хорошо знаете. Ярила. То есть, ярила, это значит ярая сила. Сегодня там вспоминали мы англичан, а слово, помните, да, год английский, если вы прочитаете его по-русски, получается год, это получается яр. Яр. По сути, это яр. По-английски год. Что самое интересное, у нас, я не сейчас никаких параллелей не провожу, не провожу, это надо делать очень аккуратно. У нас существует понятие год, и говорят годный, пригодный. То есть, вот год, это такой вот определенный цикл, который показывает, вот что во что вырастет. Вот, ну, например, у нас дубравушка, после дубравушки, у нас обязательно группа, мы все общаемся, хватает, ну, на недели там, несколько недель, потом это все становится неинтересно, каждый живет уже в своем месте в нашей России, то есть, ну, короче говоря, потом это пропадается. Но кто-то становится годным, то есть, вот, например, ваш вожатый, он когда-то здесь так же сидел, как Дубравич, но это было сколько лет назад? Три, три года назад. То есть, все равно кто-то вот пригождается, да, в этой жизни. Ярила, то есть, солнце ерит, ярая сила. Есть, какие на Руси города с именем Ярила? Ярославль. А имена тоже у нас есть? Ярослава, Ярослав. Ярополк, Яромир. Яросвет. Ярый, то есть, это значит мощный, это значит сильный. Лето. Купало. Можно писать Купало, мы сейчас обозначаем имя солнца, поэтому я пишу, как Купало. А вот праздник можно писать Купало. И то, и то верно. Вот посмотрите здесь, мы с вами, так как у нас тема руны Дождь Бога, мы смотрим, у нас сразу с вами видим, что слово состоит из определенных корней. Вот это прекрасное, вот этот, вот, какой корень? Ку-ку. Ку. Ку. Это обозначает корень, который связан с пращурами. Например, есть птица, которая показывает сколько лет жизни. Птица, ку-кушка, совершенно верно. Также есть еще такое понятие, то есть, избав, которые в курении были, то есть, воскурялись ароматные, ну, то есть, благовония для того, чтобы почтить предков. Она называлась Курная изба. Кстати, даже в имени курицы, как раз мы видим вот этот, вот этот корень Ку, то есть, как раз это связано с пращурами, с нашими предками. А теперь вот это еще, вот посмотрите. Пало. С каким, это вообще индоевропейский корень, с каким, с какой стихией это связано, с огнем, с водой, какое слово есть русское? Нет, палить. Палить. То есть, палить, смотрите, паливо, запал, то есть, палить, палить. Ох, это надо, это надо уже все, это изучать надо, как это связан, палец, и, ну это надо, это уже, да, он был перст, ну почему палец, это надо уже копаться, это надо уже копаться, то есть, получается огонь пращуров, с одной стороны. Потом вот смотрите, здесь есть вот такой куб, слово куб, корень, это вот сегодня, мы что с вами в озере делали? Купались, да? То есть, вкупе, это вообще что значит? Это значит сообща, вместе. Вкупе, это значит вместе. То есть, если говорить совсем просто, это время, когда солнце в воде купается, то есть, соединяется стихия огня и стихия воды. И овсень, да, осень, это имя, конечно, овсень, и еще есть одно имя, овсень, и еще есть одно имя у солнышка нашего, хорс, хоросе, то есть, хорошо, то есть, солнце светит, но не греет. Но и то, слава Богу. Отсюда, хорс, еще у нас это связано, правильно, с лошадью, но в первую очередь, слово у нас есть хоро-шо. То есть, хорошо, и хор, опять-таки, хор, это вот мы, если когда что-то хором делаем, то есть, как раз у нас вот это все взаимосвязано с этим коло. Итак, у нас Каляда, Ярила, Купала и Хорс, и это четыре основных у нас имени нашего родного солнышка. И у нас только вот мы поговорили раз, но вам это нужно будет запомнить, потому что у нас будет потом игра, и в этой игре будут как раз такие вот загадки из народной традиции. То есть, у вас будет такая эстафета, будут там всякие клады запрятанные, всякие карты замороченные, и нужно будет, их будут команды, естественно, победит тот, кто и отгадает ответы, даст ответы на вопросы. Ученые совершенно не понимают, почему солнышко светит. А знаете почему? Дело в том, что приблизительно лет 200 назад из физики был убран, я сейчас буду вам говорить, просто вещи страшные для науки, понятия эфира. То есть, до этого эфир даже был, эфир даже был в таблице Менделеева. Тогда был он в таблице Менделеева? Нет, я имею в виду, ну, когда она была, да, в таблице Менделеева был эфир, и мы знакомы, обязательно посмотрите, у нас на нашем канале есть лекция профессора Бембеля, это удивительный человек, он последовательно вернадского, это современный ученый. Но когда он говорит, то я, честно говоря, не понимаю вообще, как жить в этом мире, потому что, ну, он говорит очень интересные вещи, у него теория геосолитонов, вы можете это все ознакомить, она базируется вся на эфире, что первая основа всего это эфир. И так, в принципе, считали также наши далекие предки, и когда убрали эфир из физики, мы с вами что получили на сегодняшний день? То, о чем мы говорили на предыдущем занятии, огромная зависимость человечества на сегодняшний день от энергоносителей. Мало того, Ломоносов писал, жечь нефть, это то же самое, что топить печку ассигнациями. Нефть нельзя сжигать, это очень дорогое топливо, бензин, это очень дорогое топливо. И вы знаете, наверное, такую фамилию вам знакома, как Тесла. Вы помните, да? Тесла уже передавал, то есть, у нас вот здесь, вот, содержится огромное количество эфира, и огромное количество энергии. Я вам скажу, мои дорогие, конечно же, уже есть аппараты, которые добывают энергию прямо из эфира, фактически из воздуха. Они есть. Но, с двух раз вы мне сразу скажете, кто запрещает развитие такого рода энергоносителей. Дядечки, у которых есть, которые торгуют нефтью, то есть, всеми вот этими, кровью земли, фактически. И так, если мы перейдем к пониманию наших как раз вот предков, то они считали весь мир живым организмом. И солнце тоже представлялось для них живым организмом. Если мы с вами выходим, утром видим солнышко и говорим ему, здравствуй, солнышко, солнышко нам обязательно отвечает. Доброго, доброго утра. Вот еще солнышко не зашло, а мы уже собираемся, чтобы его славить. Каждый день в светоче начинается славление солнца и настраивание на лад каждого дня. Потому что солнце, это не просто какое-то вот физическое тело, это еще огромное живое существо. И наши предки, ну я как Байон, имею право об этом говорить, они почитали солнышко, они общались с солнышком. У солнышка можно просить света, просить здоровья, и солнышко всегда дает и свет, и здоровье. И вот мы с вами... Тепло. А? И тепло. И самое главное тепло. Если бы солнца не было, мы бы с вами не просто в ледышки превратились, но здесь было бы просто, ну вот, как, не знаю, как на Луне там, например. Вот. Хотя вот про Марс я не могу сказать. Вы знаете, что говорят, что все снимки были ретушированы на Марсе. Там не красная атмосфера, там такая же атмосфера, как на Земле. Солнышко, это еще раз повторяю, солнце, оно, во-первых, доброе, потому что солнышко, оно прародитель всего, да, всем светит нам. И поэтому солнце, как раз вот солнце, солнышко, величали дождь Богом, то есть дающий. Бог, который дает. И когда мы говорим с вами о дождь Боге, то первое, что мне хотелось бы напомнить вам о том, что есть такая летопись, она будет вам не безинтересна. То есть вот как раз в хрониках Иоанна Малалы говорится о том, что дождь Бог является сыном сварога. То есть Бог-кузнец, то есть этот сварог приходится отцом дождь Богу. И смотрите, что там описано в этой летописи. Царствовал сын его именем солнца, его же наречают дождь Бог, семь тысяч и четыреста семьдесят дней, которые были двенадцатеричные, полуне, египтян. И от нележа на чаше человече дань давать царям. От него же люди стали давать дань царям, то есть солнце царь, сын сварогов, дождь Бог, муж силен. И он как раз таки заповедал жить Владе мужа с женой. И было чисто житье по всей земле египетской и хвалите на чаше. То есть здесь говорится о том, что наши предки далекие, русичи были в той земле, которая сейчас называется египетская. Вот сегодня мы с вами только говорили правильно об эту тему. И даже Бог правил там семь тысяч четыреста семь дней, что составляло двенадцать с половиной лет. И так как они считали полуне, то как раз они вот узнали по двенадцать. То есть вот мы из этой для вот на сегодняшний момент для нас важны две вещи, что наши далекие предки были в том месте, которые сейчас называются Египет и то, что дождь Бога именовали именно Богом Солнца. Поэтому это вот наверное первое то, что сегодня мне бы хотелось, чтобы мы про дождь Бога себе хорошо все поняли, что дождь Бог это Бог Солнца и наши предки распространялись широко по нашей Земле. Теперь немножко я вас развлеку. Как по Солнцу определить когда заход Солнца по времени? Вот когда наступит? Когда идти, да, потому что смотрите, если мы с вами находимся в горах, то для нас важно не расстояние, а за сколько времени мы спустимся с гор, правильно, чтобы не попасть в темноту. То есть нам важно понимание времени. Смотрите, всегда очень просто. Вы берете руку к Солнцу, то есть вытянутую ладонь от линии горизонта и вот так вот смотрите, сколько до Солнца. Ну вот сколько, например, если от горизонца раз, два, три, четыре, значит до захода Солнца четыре часа. Это способ, вот вы теперь все можете без всяких часов в электронике, если вы где-то будете находиться, определить, сколько часов до захода светило. Раз, так, два, два с половиной часа. Вы сразу прикидываете, сколько у вас времени для того, чтобы вернуться домой. Поэтому Солнышко нам всегда все подсказывает и время мы тоже смотрим по Солнышку и поэтому на сегодня вот наше такое вот занятие, оно завершено. Я вас всех благодарю и может быть у вас какие-то есть вопросы по Солнцу. У кого какие-то вопросы по Солнцу? Али по Луне? Не знаю. По Луне, по вторую Луну. А, но это уже такая совсем новая история, которая... Дело в том, что, конечно же, если говорить честно, то существует масса фактов археологических, которые доказывают, что на нашей планете произошла огромная катастрофа. И эта катастрофа приблизительно датируется 12 тысяч лет назад. И также есть факты, говорящие о том, что строение Солнечной системы было несколько иным. То есть, совершенно очевидно, что на сегодняшний день, вот, Бембель, например, он говорит о том, ну, и вообще-то уже известно, что могут возникнуть горы в течение очень короткого периода времени. Не миллионы лет, они могут моментально возникнуть. может моментально что-то опуститься. Рядом с Кубой нашли огромный город, там есть даже пирамида, это данные, то есть, это все данные науки, пирамида из хрусталя под водой. Как она оказалась, там улица, ровная улица, там даже есть надписи какие-то. То есть, это со времен, это все было 12 тысяч лет назад. То есть, как произошло, с какой скоростью опустилась земля, что вот произошли вот такие моменты. Потом есть странные непонятные вещи. Кто у нас, Нарьян Марс, кто у нас из Сибири там? Симбирск. Кто-то был в Симбирске. Ну, Симбирск, это не Сибирь. Это Поволжья. Короче говоря, на севере-севере, на далеком севере находят у нас очень много вот таких огромных каменных шаров абсолютно идеальной формы. Откуда они взялись? И самое интересное, что однажды корабль шел по северному пути, северному летаютому океану, и они прямо все увидели, как из воды появился такой остров. На нем стояли такие архитектурные сооружения, напоминающие храмы Эллады, ну, то есть, очень красивые. И по дороге стекала прямо, ну, грязь такая, жижа, она стекала по этим дорогам. И потом эта земля опять исчезла. То есть, вот такие ситуации, они встречаются, и они говорят о нашей северной такой природине Гипербореи. То есть, конечно же, которая обладала мощными, мощными возможностями. Поэтому, действительно, да, строение солнечной системы было иным, потому что была катастрофа. в силу того, что человечество отошло от природных основ своего проявления. Вы наверняка знаете, что, например, народы севера, которые живут в большей гармонии природы, чем народы, ну, чем живущие в городах, скажем, они, например, не сговаривались телепатически, все собираются в одном чуме, там, скажем, вот, то есть, мы с вами живем здесь в светоще, все в разных местах, и мысленно договариваемся, встречаемся в пять часов 30 минут на центральном пятачке, хоп, и все приходим. Никаких сотовых телефонов. Потому что, ну, у нас уже есть, ну, цивилизация, которая супер есть интернет без интернета, они рядом с нами, они вот там вот, они плавают, это дельфины. Дельфин может передать информацию всей стае, и вся стая получит информацию. В светоще сидят дубравичи, а может передать информацию только, например, своей любимой дельфинихе, только она поймет эту информацию, а остальные он скажет ей, любимая, давай поплывем к Светочу, там, Дубравичи, приехали, мы будем танцевать для них, вот, когда мы поедем на море. И вот такое море чудесное, вот Дубравича, они сейчас будут радостно заниматься зарядкой. у нас уже прошло много действий, завтра будет большое народное действие, посвященное дождь Богу. То есть, у них совершенная система, естественно, когда дельфинов, ну, у них несколько больше есть органов чувств, и они, когда видят нас, они нас вот так вот сканируют, вы знаете, да, то есть, они видят все наши внутренние органы. И они не просто нас сканируют, они, когда вот нас так посмотрели, они еще видят, что у нас не в порядке. Знаете, как фильм, вот эта прекрасная зеленая, она идет, она с планеты, где гармония, она такая идет по Парижу, идет, ой, печень, печень, сердечно-сосудистая, ой, она легкие, легкие, а что же все такие тут больные, смотрят там, ой, боже, вы до сих пор едите мясо. А это что такое? А, выставка трупов? Ну, то есть, а, да, вы хищница, вы смотрели этот фильм «Прекрасный зеленый»? Обязательно посмотрите, прекрасный фильм, и, вы понимаете, дельфины, они вот, они же помогают людям, да, то есть, они, если человек тонет, они будут его вытаскивать, но вот я просто хочу сказать о том, когда идет природа сообразная, у человека, в нас, во всех, заложено очень много способностей, мы с вами все сами, как солнышки, мы с вами излучаем свет, у нас в свое время даже была научная работа, вот мы вместе с бабой Игоей делали научную работу, и как раз она показывала, что наш организм излучает все частоты, которые излучают солнце, мы с вами сами ходим, как светящиеся солнышки, но самое интересное, что до сих пор есть в Белоруссии камень, он так называется, дождь богов камень, и к нему идут женщины, для того, чтобы, например, им нужно вызвать дождь, они приходят к нему, поют соответственную песню, нужно что, самое главное знать, где, когда, и что надо сделать, и идет дождь, потом они идут к этому камню, просят опять, например, чтобы дождь прекратился, то есть, вот таким у них, как крантик такой, они включают, выключают дождь, так что, все возможно, стоп, а если была огромная катастрофа, ну, 12, ну да, приблизительно, то есть она и сейчас должна произойти? Нет, 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 это циклично здесь, нет, но я про то, что люди потеряли свои, ну, потеряли интерес к своим корням, но и сейчас эти люди теряют, ну, ты права в том, что, ну, то, что происходит сейчас в цивилизации, оно, конечно, ну, попахивает катастрофой, потому что люди, потеряв интерес к своим корням, они потеряли интерес к тому мировоззрению, которое было с природой, вы все знаете, что в океане есть целый материк уже, из мусора, материк, вы знаете о том, что некоторые киты просто выбрасываются, потому что они говорят о том, что, ну, жить в океане становится невозможно, состояние природы, которое довело человечество, оно, конечно, нарушило экологическую катастрофу, экологическое равновесие, и поэтому вполне вероятно, что катастрофа может быть, но по большому счету, посмотрите, что происходит, ведь количество тоже экологических и всяческих земных катастроф, оно увеличивается на планете, но для нас что важно, те люди, которые живут сообразно, если они живут в гармонии с Солнцем, то там катастроф не будет, вот, так что, так что на этой хорошей ноте, что мы, занимаясь Солнцем, сохраняем мир, гармонию, любовь, мы сегодняшнее наше занятие завершаем, благодарю. Вы были на канале сказок Кота Буэльна. Продакшн. Собственность. Приезжайте к нам.